На этом уроке мы проведем морфологический разбор 4 и 5 айта этой благословенной суры Мы подробно поговорили об этой теме в части синтаксиса Здесь же мы скажем, что если калля это харф, значит он не будет рассматриваться на выкасарф Так как любой харф это слово с неизменяемым окончанием, не претерпевает каких-либо изменений Поэтому, как мы об этом много раз говорили, не может быть предметом рассмотрения науки харф Следующее слово это частица син, это частица будущего времени, которая тоже является харфом, а значит тоже не будет здесь рассмотрено Следующее слово это глагол яаламуна, глагол настоящего будущего времени Мы видим на конце этого глагола слитное местомение вау, которое является местомением множественного числа мужского рода А в начале этого глагола мы видим харф я, приставку я, которая является приставкой глагола настоящего будущего времени Обозначающей только третье лицо Значит яаламуна это форма глагола третьего лица множественного числа мужского рода Глагол яаламу образован от формы глагола прошедшего времени алима с кастрой серединной коренной буквы по форме или по модели фаиля Значит, порода глагола «алима-яалима» это «фаиля-яф-алю» с «касрой-айна», то есть второй коренной буквы глагола «алима-яалима» в форме «прощедшего времени». И с «фатхой» этой же буквы в форме «настоящего будущего времени». Глагол «алима» это «фаилун-суля-си-юн-муджар-адун-сальмин» – трех буквный глагол без добавления. Правильный глагол, то есть здоровый глагол, имеется в виду глагол свободный от трех так называемых недостатков. И здесь следует отметить, что если глагол «прощедшего времени» приходит по модели или, скажем, по форме «фаиля» с «касрой второй коренной буквы», то есть буква, которая лежит напротив буквы «айн» в шаблоне или в модели «фаиля», так вот, если эта вторая коренная буква огласована «касрой», как в этом глаголе «алима», то его форма «настоящего будущего времени» почти всегда будет по модели «яфаалу» с «фатхой этой второй коренной буквы». Значит, «алима» и «яалима» – это по породе «фаиля» и «яфаалу». Следует отметить, что если форма «прощедшего времени» будет по этой модели, по модели «фаиля», то его «айн», то есть его вторая коренная буква, не может иметь огласовку дома, то есть от «фаиля» в форме «прощедшего времени» не приходит «яфаиля» в форме «настоящего будущего времени», то есть «фаиля» и «яфаиля» не существует. Также мы можем сказать, что от «фаиля» с «касрой второй коренной буквы» очень редко приходит форма «настоящего будущего времени» по модели «яфаиля» с «касрой этой же буквы», то есть «фаиля» и «яфаиля» встречаются очень редко. Глаголы по модели Фаиля, которые имеют форму настоящего будущего времени Аль-Мударя по модели Яф'илю с Касрой второй коренной буквы, они делятся на два вида. Первый – это глаголы от формы по модели Фаиля, в которых от арабов пришло два варианта. Форма Аль-Мударя Яф'илю, согласно общему правилу, а также Яф'илю, как исключение. Значит, Фаиля Яф'илю или Яф'илю. Фаиля Яф'илю или Яф'илю. То есть, одно арабское племя, например, говорит Яф'илю, а другое Яф'илю. И таких глаголов, по мнению некоторых ученых, 12, чуть меньше, чуть больше. Приведем некоторые примеры, например, Хасиба Яхсабу или Яхсибу. В Коране мы слышим Ам Хасиба Тум, Ан Тадхулюль Джанната и дальше. И в другом месте говорится А Яхсабу Линсану, Ай Ютрука Суда. Значит, Хасиба Яхсабу приводится в Коране. А есть еще Яхсибу, Хасиба Яхсабу или Яхсибу, то есть, думал, полагал. Ябиса Яебасу или Яебису, Высох. Наима Янааму или Янаиму, благоденствовал и так далее. А что касается второго вида, то есть, это глагол по модели Фаиля, у которого имеется только мудары по модели Яф'илю, то есть, только Фаиля Яф'илю, Яф'илю нет. То таких глаголов примерно 19, чуть больше, чуть меньше. Например, Вариса Ярису, в основе было Яву Рису, буква была удалена. Унаследовала Варима Яриму, Яву Риму в основе, быть вздутым, вздулся. Варя Яриу, в основе было Яву Риу, был набожным, богобоязненным, остерегался, сомнительным и так далее. Отсюда и известно нам слово Варя'ун. Уоли Яльи, в основе было Яву Лио, быть близким, а также управлять, быть наместным и так далее. Как известно, большинство таких глаголов является МИТАЛЬ, то есть, правильно подобными, то есть, их первая коренная буква является буквой ВАУ, слабой буквой. Если суммировать глаголы этих двух видов, у нас получится примерно 30 чем-то глаголов, чуть меньше, чуть больше. Значит, за исключением этих 30 глаголов, с уверенностью можно сказать, что если форма глагола прощающего времени будет по модели ФААЛЬ с кастрой второй коренной буквы, то его форма настоящего будущего времени, Аль-Мудара, будет только по модели Яф'Алю, то есть, с фатхой второй коренной буквы. Теперь у нас есть общее, стандартное правило, единое правило, что от ФААЛЬ, за исключением 30 глаголов, Аль-Мудара, всегда будет по модели Яф'Алю. Итак, от ФААЛЬ только Яф'Алю. Например, РАХИМА, мы автоматически знаем, что его мударь, его форма настоящего будущего времени будет ЯРХАМУ. Так как РАХИМА ЯРХАМУ не может быть, также среди 30 глаголов его тоже нет, значит, остается РАХИМА ЯРХАМУ. РАХИМА ЯРХИМУ не будет, РАХИМА ЯРХАМУ тоже не будет. Значит, только РАХИМА ЯРХАМУ. Это были примеры переходных глаголов этой породы. Приведем примеры непереходных глаголов. Например, Следует отметить, что в этой породе непереходных глаголов больше, чем переходных. Этому есть свое объяснение, но об этом мы поговорим в другом месте. И напоследок приведем спрежение разбираемого нами глагола ЯРХАМУ. Итак, Продолжение следует...